Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Финал ФМ, сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Ну а время поговорить о том, что происходит на финансовых рынках. Сделаем акцент сегодня на рынок сырья, на рынок нефти. Ну и в принципе обсудим все, что происходит, как обычно, да, как обычно. Стабильность – признак мастерства. Итак, в гостях сегодня. В гостях сегодня Олег Кабелев, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Реком Траст». Олег, день добрый. Добрый день. И Виталий Крюков, аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал». Виталий, добрый день. Уважаемые слушатели, напомню я вам. 6510-99,6, код Москвы 495 – это волшебный телефон. Телефон прямого эфира, позвонив в эфир, задав свой вопрос, озадачив моих гостей неожиданным мнением. Вы можете воспользоваться этим номером. И, в принципе, можете воспользоваться другим способом, да, связаться с нами. Это написать на сайте финанс. Так, ну и давайте начнем. Картина маслом. 1506 в Москве. Что деется? Смотрим, что деется. Америка без изменений, да? Ну, я имею в виду, тенденция, да, не поменялась. Изменений, конечно, есть. Небольшие, хотя все же, да, символический плюсик у Доу Джонса. Забавно. Две тысячных процента. Но он прибавил. Дальше CP вырос на тоже так одну сотую процент. И 1602. Ну, в общем, я так понимаю, 1800 все-таки сделан уровень уже все, да? Уже поддержка, уже притоптали его. Куда уже не денется, наверное. И вот чуть значительно полпроцента вырос NASDAQ. Ну, главное, чтобы вырос опять. Тенденция восходящая продолжается. Так, Азия. Азия у нас разнонаправленно. Последние несколько дней торгуется. И сегодня, точнее, да, так же это произошло. На полпроцента снизился Nikkei. Почти на процент вырос Shanghai Composite. Европа в легком плюсе сейчас в лице FTSE 100. 1,1 прибавляет. Ну, а индикаторы российского рынка снижаются. Причем уже активнее снижаются. Да, час назад я смотрю, там по полпроцента они теряют. Сейчас уже по 0,7 процента. В минусе 1406 РТС и ММВБ 1473. В общем, вожделенное ралли как-то исчезает. Ну, точнее, надежды на него тают. Смотрим на сырье. Вот это вот, пожалуйста, опять, да, какие-то непонятки. Нефть нарастет, растет. Ну, или, по крайней мере, уверен, держится выше, бренд выше 110, 111,33. Лайтсит снижается напротив, 93,20 уже стоит бочка. Вот, пожалуйста. Вот они очередные непонятки. Ну, я имел в виду сначала, да, растущие нефти, падающий рынок Российской Федерации. И слабеющий рубль в том числе. И опять расходится у нас спред, да, почти уже 10 долларов. Мы с тобой в последний раз, да, Виталий? Больше, да. Уже больше спред, да. Да, больше растет, да. Ну, мы видели, было и осужение, бомби, даже американская нефть дороже стоила даже. Это было совсем давно, да? Последний раз, когда мы встретили... Нет, были колебания там. Были там, вот. Любопытно. Ну, давай, сейчас я закончу, как раз вот эту тему, как раз мы с нее и начнем. Значит, дальше я картину дорисую, сейчас осталось немного. Золото. Золото отскакивает, да, в район 1250, ну, подрастает достаточно активно. Смотрим на евро-доллар. 1,36 уже пробивает вверх валютная пара. То есть евро растет против доллара. И, кстати, фунт я бы отметил для тех, кто интересуется Форексом. Сегодня была статистика по ВВП, по-моему, за третий квартал в Британии. Вот. Цифра положительная. И 1,63 вот сейчас штурмует кабель. 1,63. Ну, и смотрим на набор голубых фишек. В общем, здесь все в красном, в основном, в красном сегодня. Так элегантно рынок выглядит в красном. Значит, кто покраснел больше всех сегодня? АвтоВАЗ 2%, полтора Газпром, полтора Элрофлот, полтора Лукоил, бог мой. Северсталь чуть больше процента, Уралкалий продолжается, 7 десятых процента. Больше процента рост нефть, почти 2% рост. Ну, в общем, не буду я дальше продолжать. Я это раздражать уже начинаю. Хоть какую бы, да, для разнообразия. Хоть подросли. Каждый день одно и то же. Каждый день одно и то же. Хоть вчера бы подросли, сегодня упали. Подросли и упали. Так было бы веселее. А так грустно. Так, ну ладно. Ладно, как бы то ни было, жить все равно приходится в этом состоянии. За окошко смотришь опять, да, ну никакого, никакого оптимизма не рождается. Вроде бы зима началась сейчас, снег выпал, минус, хорошо, завтра плюс. Ну все падает, и снег падает, и рынок. Помнишь, да, замечательного дома была накопить? Томбеля-нежо. У него прононс был замечательный. Так, ладно, что-то меня повело не в ту сторону. Давай к спреду вернемся, Виталий. Итак, вот он парадокс. Ну, конечно, это не парадокс, и ты нам сейчас объяснишь, и Олег тоже объяснил. Но, в принципе, все, что сейчас происходит. Почему бренд растет в моменте, а лайтсвит снижается. Да, но мы вспомним, что не так давно, в принципе, было и сужение спреда, когда инвесторы весь голос говорили, что вот, все, значит, поменялись рынки, теперь снова, значит, в Соединенных Штатах там дефицит нефти, вот, значит, и приводили аргументы, пустили нефтепровод из Кушинга до побережья, поэтому вот этой пробки, которая была в Кушинге, уже нет, но было очевидно, что такая большая проблема, как Кушинг, и вот эта пробка, куда поступает, по сути, вся нефть, в том числе и сланцевая нефть в большом количестве, а я напомню слушателям, что темпы падения не снижаются, то есть добыча нефти в Соединенных Штатах продолжает уверенный рост. Ну, вот мы как-то уже долго не говорили об этом, но с тех пор мало что поменялось, то есть в целом ожидания на этот год и на будущий год остаются прежними, это двузначные темпы роста добычи нефти в Соединенных Штатах, и в физическом выражении это прирост практически, ну, больше одного миллиона баррелей в сутки и в этом году, и в будущем году. Вот, я напомню еще раз, что прирост мирового спроса ниже, то есть только Соединенные Штаты, в принципе, могут обеспечить прирост вот дополнительного спроса, опять же, без учета вот тех факторов, о которых мы будем говорить дальше, это вот и Ливия, где снова, ну, упала добыча нефти и поставки, и нефть, и газа, вот. Военные действия там продолжаются, и идет, делешь территории, делешь власти, вот, и у нас в теме была и иранская тематика в целом, то есть и Женевский договор по Ирану, он не внес краткосрочного облегчения на рынок, то есть в понедельник мы видели, что был гэп вниз, нефть, очень сильно упала, но потом все более-менее детально изучили материалы этого договора и поняли, что в краткосрочном периоде, то есть на горизонте 6 месяцев, максимум, что может увеличить Иран, это экспорт на 300 тысяч баррелей в сутки, то есть сегодня у него по ставке на экспорт где-то 700 тысяч баррелей в сутки и стоит ограничение не более 1 миллиона баррелей в сутки, напомню, что был экспорт 2,5, поэтому вот спреды, они колеблются, то есть есть поддержка на стороне бренд, это опять же вот Ливия там. Виталий, спасибо, сейчас Олегу пару слов хотя бы, да, до первых новостей дадим, то есть вот об этом сейчас как раз Виталий заговорил, я хотел бы твое мнение услышать по этому поводу, действительно ли получается, что разные сорта нефти сейчас реагируют на разные события, то есть локализация такая произошла, то есть бренд смотрит за тем, что вокруг него происходит, да, Лайтсвит теперь ориентируется исключительно на то, что происходит в Штатах и все. Ну вообще это происходит уже достаточно давно, я бы не сказал, что это последних месяцев или недель, это уже достаточно давно сформировавшийся процесс, и если мы говорим о том, что WTI снижается, присоединяюсь к словам Виталия о том, что действительно темпы роста добычи в Соединенных Штатах увеличиваются, и более того, постоянно рыночное сообщество слышит заявления разного рода руководителей фондов и инвесторов, которые дискретно говорят о том, что вот, впереди нас ожидает эра сланцевой нефти, и естественно это еще больше играет психологически по умам, скажем так, инвесторов, и толкает цены WTI вниз. А что касается цен марки Brent, то в силу того, что географически нефть добывается в таком регионе, где так или иначе геополитическая нестабильность сильней, естественно Brent и прибавляет на этом фоне. Спасибо огромное, ну что ж, хорошее начало, давайте прервемся, новости послушаем, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжим эфир, сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня в студии Олег Кабелев, руководитель аналитического отдела и инвестиционной компании RecomTrust, и Виталий Крюков, аналитик инвестиционного финансового дома Капитал. Обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках, ну собственно о рынке нефти заговорили. Олег, заканчивай мысль, пожалуйста. Да, ну вот мы начали с того, что до рекламной паузы говорили о тенденциях по марке Brent, по WTI, я вот начал про марку Brent говорить. Хотел сказать, что действительно, в силу того, что регион гораздо более нестабилен с точки зрения геополитических, экономических рисков, он естественно реагирует, прежде всего и диктует цены на марку Brent. И понятно, мы говорили о ливийском факторе, стоит сказать и об Иране. Я, кстати, абсолютно согласен с тем, что пока действительно придавать фактору Ирана и вот этому возможному в будущем снятию эмбарго на импорт нефти со стороны ЕС из Ирана нефти и нефтепродуктов не стоит. В силу того, что пока, конечно, стоит учесть, что это процесс не короткий, он весьма длительный. И, как мы понимаем, это только проходил первый раунд переговоров, достигнуты какие-то первые договоренности. Хотя, конечно, отрадно то, что Иран согласился на 20% сократить свой атомный потенциал и допустил, по крайней мере, международных наблюдателей, инспекторов МАГАТЭ к себе. И вообще надо отметить то, что... То есть процесс пошел, да? То, что новое руководство Ирана, новый президент, господин Рухани, да, он гораздо более толерантен, собственно, к Западу, к Соединенным Штатам, к странам Европы, о чем он стал, в общем-то, показывать практически с первых дней своего президентства. И глобально, глобально, не сегодня, не завтра, может быть, даже не через несколько месяцев, глобально, конечно, для марки Brent и вообще для общего изменения, скажем так, положения геополитического в регионе, и это, конечно, новость позитивная, в том плане, что иранская проблема, она очень довольно давно при прежнем руководстве страны стояла, скажем так, такой костью в горле, да, и во многом обеспечивала спекулянтов их возможностью дополнительно заработать, благо можно было добавить в цену на нефть спекулятивную премию. Сейчас, конечно, это тоже можно сделать, но уже не с тем рвением, какое было ранее. Вот, и поэтому, когда мы смотрим на марку Brent, вот, лично мое видение заключается в том, что в ближайшее время, наверное, в ближайшие несколько месяцев существенных изменений с точки зрения роста вверх по марке мы, наверное, не увидим. Сирийская история медленно, но верно в информационных потоках сошла на нет. Ну, существенные изменения, они могут быть и вниз? Ну, я говорю, нет, ну, я говорю вначале про рост, да. Что касается изменений вниз, ну, здесь, я думаю, что в первую очередь, конечно, стоит ориентироваться на те новости, которые будут поступать, вот, во-первых, и из Ливии, о которых говорил Виталий, какой фон будет там, вот, ну, как говорится, поживут. Живем и видим, да. Ну, давайте вернемся, Виталий. Олег очень подробно остановился на нефте Brent. Я бы уделил внимание побольше WTI, потому что там интересные события происходят. Дело в том, что вот тот рост, о котором мы говорили, происходит в основном за счет увеличения предложения легкой нефти. Нефтеперерабатывающие мощности в Соединенных Штатах изначально строились под тяжелую нефть. Порядка двух третей мощностей НПЗ ориентированы на переработку тяжелой нефти. Очевидно, что на горизонте, там, двух-трех лет НПЗ придется принимать очень большие усилия, чтобы перенастроить свои мощности под легкую нефть. И очевидно, что они не успеют это сделать. Поэтому... То есть это процесс, я так говорю, непростой? Длительные процессы, учитывая то, что многие-многие годы строились именно мощности под переработку тяжелой нефти из Мексики, подобных регионов. И очевидно, что если Соединенные Штаты на горизонте двух-трех лет не снимут, по сути, эмбарго на экспорт нефти, американской нефти, а это ограничение было введено в 75-м году еще. Оно до сих пор действует. Есть отдельные поставки в Канаду, порядка 100 тысяч баррелей в сутки. Но как бы это не меняет картину мира. Поэтому эти рынки, имеется в виду американский рынок и мировой рынок, пока не связаны. Потому что из Соединенных Штатов, по сути, нет экспорта нефти. Мои ожидания, что все-таки Соединенные Штаты вот это эмбарго на экспорт нефти снимут, отменят. Им придется в любом случае это делать. Потому что те объемы нефти, которые будут у них на горизонте двух лет, они физически не смогут переработать. Поэтому нефть пойдет на мировой рынок, и после этого эти рынки свяжутся, этот спред уйдет. Но до этого, на мой взгляд, есть риск того, что спред может превысить исторический максимум. То есть на максимум это было где-то там 27-28 долларов за баррель. Вот между Brent и WTI. Думаю, что этот спред может быть выше. То есть может быть и 40 долларов. Но после этого будет очень резкое схлопывание. То есть это инвестор-идея на горизонт, думаю, что года 2-3 примерно. Смотри, если сейчас даже ориентироваться на нынешние цены, 93-111, ну грубо там, сколько это получается? 20 долларов. 93-103. Примерно там 17-20 долларов. За счет чего до 40 может спред увеличиться? Да, вот в испыточное предложение нефти на американской рынке, которое местные НПЗ не смогут переработать. Соответственно, лайтсингу дешеветь. Это рынок замкнутый сейчас. Поэтому WTI может очень сильно падать. Этот спред, он будет увеличиваться дальше. До тех пор, пока не отменят ограничения на экспорт нефти из Соединенных Штатов. Смотри, еще одно уточнение. Обычно мы все-таки, ну, с точки зрения спекулянтов, да, смотрим на... Вот это хорошая спекулятивная идея как раз. Я понял. Слушай, смотрим на статистику по запасам нефти в Штатах как раз, да, для того, чтобы понять, как будет себя вести, да, спрос, предложение. И на эту статистику реагируют оба сорта, как правило. Тем не менее, вот, да, вот твое утверждение, что американский рынок, он все-таки оторван рынками мирового. Да, вчера были данные, запасы нефти очень сильно выросли в Соединенных Штатах и в Кушинге, и на НПЗ. То есть, упал, да, как раз? То есть, как раз на WTI это оказало влияние. А Brent проигнорировал это. Да, просто это, опять же, это все вот игры о спекулянтов. В какой-то момент времени, в начале года, там, в первой половине года рынок почему-то вдруг обратил внимание, вот, смотрите, пустили нефтепровод из Кушинга, ну, все, теперь, все, теперь райская жизнь, никакого спреда не будет, это продали клиентам, на этом сделали деньги хорошие, вот. В принципе, никто не в обиде. Но потом почему-то действует нефтепровод, а спред вновь пошел к своим максимумам. Почему, спрашивается, и все это в течение года. Ну, вот, такие игры, они как бы могут быть, и, на мой взгляд, просто таких вот крупных игроков не стоит слушать особо, потому что у них свои интересы понятные. Понятные, спекулятивные интересы. Ну, а со сланцем, Олег, что со сланцем? Стоит это уже сейчас обсуждать пристально, или все-таки это перспективы, опять-таки, каких-то отдаленных? Да, вы знаете, я думаю, что начинать обсуждать, по крайней мере, точно надо, потому что нет ничего более постоянного, чем временное. И сейчас все говорят, что это временно, что пока, значит, еще, значит, сланцевой нефти эра не пришла. Я, кстати, позволю себе напомнить, что вот в отношении закрытости, изолированности американского рынка, если мы говорим не только о традиционной, да, тяжелой легкой нефти, говорим о сланцевой нефти, то, да, пока транспортная инфраструктура и количество экспортных терминалов в Соединенных Штатах не позволяет говорить о том, что она может использовать, Соединенные Штаты могут использовать на полную мощность весь свой экспортный потенциал. Но это дело времени. С учетом тех возможностей, которые есть, и технологий, которыми обладают Соединенные Штаты, я думаю, что 3-4-5 лет эти терминалы будут построены. И тогда действительно, как говорил Виталий, вот эта вот изолированность, аторность, пускай через сланцевую нефть между мировыми рынками, американским рынком нефти, она все-таки, эта связь все-таки состоится, да, и эта изолированность Соединенных Штатов, она будет нарушена. Другое дело, что в этом плане всегда больно вспоминать собственный рынок, где, в общем, мы обладаем определенными запасами сланцевой нефти, и, в общем-то, не секрет, что в Кузбасском регионе, например, там довольно большие запасы, в общем-то, работы по разведке, они проводились достаточно давно. Но, вот, к сожалению, пока для нас этот вопрос не остается актуальным, и очень хотелось бы верить, что все-таки в ближайшее время он встанет, потому что как бы он для нас оказался актуальным тогда, когда уже будет поздно. Вот это вот такая, я бы сказал, центральная мысль или идея. Плач сердца. Как бы ни было больно, я согласен, Олег, да, но вернуться все-таки к российской действительности нам придется. Сделаем это после новостей. Новости послушаем, продолжим. Итак, друзья мои, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках. Напомню, в гостях у меня Олег Кабелев, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Рекомтраст» и Виталий Крюков, аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал». Телефон студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Значит, мы продолжаем наш разговор, да, и Олег уже, так сказать, мячик бросил, как бы это ни было печально, да, но о российском рынке придется поговорить. И я, кстати, напомнил мне Виталий, рынок российский падает, да, снег падает, помнишь? Да. Старый анекдот такой трейдерский. Песню вспомнил сразу. Песню, ладно, петь не буду уже. Анекдот вспомнил, да, когда, ну, старый анекдот смотрит, да, в яме там где-то трейдеры стоят, и один говорит, о, а снег-то падает, потом пауза такая, продавай! Да. Падает, знаешь, продавай. Ладно, российский рынок действительно падает на дорогой нефти. Парадокс номер два, ну, на мой взгляд, по крайней мере, Виталий. Как это объясняется? Да, мне кажется, нерыночные факторы могут действовать. Нерыночные. Да, но если вспомнить, проблемы с банками обострились в последнее время, да, и явно новый глава, новая глава, если так можно говорить по-русски. Новая голова. Да, новая голова ЦБ. Явно, по моим ощущениям, получила карт-бланш на проверку всех банков, невзирая на имена, лица, то есть идет, мне кажется, чистка жесткая. Вот, и в этом плане, если у кого-то баланс, ну, не совсем отвечает пожеланиям ЦБ, то ряд банков, я не исключаю, могут и продавать какие-то голубые фишки в рынок, например, да, чтобы пополнить баланс с кэшем, ну, это как вариант, опять же, как нерыночный фактор какой-то, да? Да, это, наверное. Плюс, опять же, нелюбовь к российскому рынку, она уже привычна всем, и сейчас же многие, ну, крупные банки объезжают клиентов, формируют некий взгляд на будущий год, там, говорят, куда вкладывать деньги. Я вам могу сказать, что Россия не то, что не в приоритете, она даже не озвучивается. Не в списке даже. Да, то есть о ней, если кто-то и скажет, то очень вскользь, как будто такого рынка нет, как будто у нас тут вообще темный лес. Вот, говорят обо всем, то есть любят, там, говорить о Китае, Бразилии, Мексике, вот. Вот, в основном смотрят на развитые рынки, опять же, даже учитывая вот этот спред, который есть между развитыми и emerging markets, все равно, то есть, развитые рынки, они все равно на будущий год у крупных инвесторов остаются в фокусе. Это и европейский рынок, и американский рынок, то есть, все равно, не важно, что там ПИИ, там, 15, да, но вот есть идеи именно, именно там. Поэтому на Россию, наверное, будут смотреть в самую-самую последнюю очередь. Олег. Знаете, Олег, хотел бы начать с чего? Вы говорите, на развитых, на развивающихся рынках присутствует интерес со стороны инвесторов, а в России снег падает. Ну, а если серьезно, то, наверное, по поводу нефти, да, почему такой, как вы называете, парадокс. На мой взгляд, инвесторы просто уже воспринимают этот ценовый уровень как должное. Вот, не знаю, мое личное убеждение в том, что если раньше, еще несколько лет назад подобные ценовые уровни, ну, мы не берем, там, 8-го года взлет до 147, да, если еще раньше, несколько лет назад эти уровни воспринимались как нечто способствующее и побуждающее к покупкам, то сейчас гораздо больше паники в глазах и умах инвесторов, если вдруг цена на бренд находится около уровня 100 долларов за баррель. Поэтому вот все, что выше, там, диапазон 103, 104, 105, а уж 110, ну, это хорошо, это, в общем-то, неплохо. С учетом того ориентира, из которого сверстан бюджет, да, и стоит цены на доллар, ой, цены за баррель нефти, так не могу сказать, что все очень радушно и прекрасно, потому что не слишком уж далеко глобально текущая цена от той, которая закладывалась в бюджет. А если говорить о интересе со стороны инвесторов к российскому рынку, вот я продолжу тему, которую начал Виталий, хочу сказать то, что, наверное, говорил уже неоднократно, наверное, еще раз повторю, для крупных фондов, которые занимаются инвестициями в активы по всему миру, в том числе и в страновые бумаги тех или иных регионов, а Россия воспринимается как нечто, на мой взгляд, экзотическое. То есть, если, допустим, есть у крупных фондов иностранных определенный портфель, но 90% это могут быть банды, акции на развивающихся площадках, какая-то доля отведена срочным инструментом, Россия сугубо воспринимается как некая база расчета индекса MSCI Russia, от него никто, как правило, не отходит из крупных фондов, потому что никто не захочет рисковать и покупать какие-нибудь бумаги, которые, мало того, что там либо не имеют рейтингов, либо, мягко говоря, не очень ликвидны. И поэтому, кстати говоря, заметьте, преимущественно на российском рынке самый большой спред по тем бумагам, по которым проходят новости, что в результате ребалансировки индекса MSCI Russia, ну и, соответственно, других индексов, на которые ориентируются крупные фонды, когда инвестируют в Россию, только именно на российском рынке идут довольно сильные гэпы вверх-вниз. В общем, неважно, какой отрасль принадлежит бумага, какие ее там фундаментальные показатели и так далее. Это говорит о чем? Что, в общем-то, инстинктивно участники рынка в России понимают, что крупные фонды, которые следуют своей инвестиционной декларации, они следуют базе расчета именно этого индекса. Что же касается дальнейшей связи перспективы российского рынка и цены на нефть, то, на мой взгляд, на самом деле, вот этот миф, который, в общем-то, довольно давно уже, последние, наверное, полгода или 8 месяцев, 9 месяцев ходит, заключается он в том, что, как же это так, вроде бы российский рынок должен быть связан напрямую с ценами на нефть, но вот в силу того, что сейчас, помимо, собственно, успокоенности такой инвесторов на западных площадках, где, вроде бы, вот бьются исторические максимумы, недавно мы видели, как индекс DAX немецкий, там, исторические максимумы побивал, S&P, соответственно, у нас 1800, Dow Jones 16 тысяч, NASDAQ на 4000, чего не было уже, по-моему, лет 12, ну, вот с бума Даткомовского, да, плюс, к тому же, восприятие все как должное, да, на российском рынке, в общем-то, эти факторы, они и диктуют то, что рынок снижается, а нефть растет, потому что прямой связи и даже с индексом РТС уже достаточно давно нет четкой. И, кстати говоря, это, с одной стороны, конечно, хорошо, потому что, вроде бы, как можно сказать о том, что, значит, внешне, казалось бы, сырьевой зависимости нет, а, с другой стороны, это очень плохо, потому что мы понимаем, что малейшая какая-то, не знаю, передвижка в новостном фоне, малейший сдвиг приоритетов у, скажем так, правящих на рынках мира всего на западных площадках, обозначает для России резкое снижение объема торгов, по сути, пребывание по индексу МВБ около 1500 пунктов, а вот диапазон 1450-1500, так это вообще уже очень давно, да, от царя гороха еще мы там находимся на этом уровне. Это вообще святые цифры. Говорит о том, что, в общем-то, в этом плане мы, конечно, рынок ведомый, и, в общем, мы ориентируемся на то, что происходит даже не столько с ценой на нефть, а сколько то, что происходит на западных площадках. И вот новая глава ЦБ не только России, но и другого одного ЦБ, которая вступит в должность в конце января, в этом плане опосредованно, косвенно для ситуации на российском рынке, на мой взгляд, гораздо важнее, чем даже то, что происходит сейчас на нефтяных площадках. — Я понял. Кстати, тенденция некая наблюдается, да? Я про новую голову. — Да. — Они все очаровательны. Здесь у нас дама, Федрезерв возглавит дамы скоро. — Впервые за 100 лет, кстати, говорят, существование Федрезервов. — Да, и по поводу 100 лет. Когда у нас? 19-го, по-моему, да? — Да, да. — 100-летие Федрезервов. — Да, 100-летие. — Не забудьте обязательно. Позвоните в эфир, да, дозвонитесь в эфир сухого остатка, поздравьте, не забудьте. — Благодарность выразить. — Да, Федрезервов. — Федрезервов. — Выражаем искреннюю благодарность. — Ну, они за 100 лет много, большую работу провели. — Нет, а на самом деле, да, если даже последние несколько лет брать, то спекулянт, он просто молится должен. — Там уже непонятно, благодарить или упрекать. — Ладно, благодарить, упрекать не будем, конечно. Ничего, собственно, от нас-то и не зависит, да? Нас не зависит. Ладно, смотрим, давайте, на рынок. Итак, очевидно, да, кстати, вот вариант твой, вот этот, нерыночных, да, я имею в виду продаж сегодняшних нерыночных, он мне как-то так... — Ну, краткосрочная динамика. — Понравить, краткосрочная, конечно. — Да, то есть это не то, что... — Ну, в принципе, да, мы, кстати, наблюдаем продажи уже из понедельника, я имею в виду нефтяных бумаг. Это все-таки отражение вот этой истории с Ираном? — Да, мне кажется, Иран, ну, на краткосрочном горизонте, в принципе, рынок его здраво оценивает. Но почему-то рынок не видит, ну, немножко дальше своего носа, вот по моим ощущениям. Все-таки сделан первый шаг впервые, там, за 10 лет. Пока он маленький, есть ограничения на экспорт нефти, вместо, там, 2,5, сейчас, там, меньше 1 миллиона баррелей экспорта из Ирана. Но все равно это шаг вперед. На протяжении, там, нескольких лет нам говорили, что вот эта иранская премия, она в ценах, что вот-вот военные действия, поэтому нефть не падает. Ну вот, сделали первый шаг, казалось бы, ну, как-то должно же быть отыграно. Но нет, нефть выше тех уровней, на которых она была до договоренности. Но это явно не шаг назад сделан, то есть это явно не откат в отношениях, правильно? Но это никак не выразилось в цене. На мой взгляд, рынок ориентируется очень на краткосрочный горизонт, то есть в пределах 6 месяцев. И потому что в пределах вот этого срока Иран должен показать жизнеспособность вот тех договоренностей, которые были в Женеве. Если все пройдет успешно, то санкции можно постепенно уменьшать, и это может способствовать увеличению предложения нефти. Но, по крайней мере, вероятность такая есть. Конечно, есть Саудовская Аравия, которая явно будет вести переговоры с Соединенными Штатами, чтобы этот процесс был более плавным. Но в какой-то момент времени, на мой взгляд, могут просто соединиться пазл. То есть Ливия, к примеру, там утихнет Ирак, потому что, например, у Лукойла в марте будет запущен в коммерческую добычу проект «Западная Курна-2», то есть к концу первого квартала уже. Это увеличит предложение нефти. И ряд еще других проектов в Ираке. И Ирак в целом прогнозирует очень сильный рост предложения. Поэтому вот этот пазл, он в какой-то определенный момент времени, в течение будущего года, может просто в одночасье сыграть. И учитывая, как перегрет рынок нефти, это может привести к драматическому падению. Но, опять же, пока... Ну, понятно. Кстати, опять, если возвращаясь к взгляду, да, не дальше носа, как Виталий выразился, он обосновал это, да, в разговоре о сырьевом рынке. А я подумал о том, что, может быть, в принципе, сейчас инвестор, вот он не слишком надолго загадывает, потому что витает вот эта вот глобальная опасность, я не знаю, глобальная идея, что рано или поздно начнут закрываться все эти, да, кубышки с дешевой ликвидностью, и уже что-то произойдет, поэтому надолго загадывать-то и нельзя. Как ты думаешь? Виталий Крюков полностью будет возвращена, там, а уровень импорта и добычи, экспорта, вернее, Ирана на 2,5 миллиона, да, ну, понятно, что... То есть даже и ожиданий этих не было, в принципе, да? Ну, это было бы очень странно, если такие ожидания были бы сразу. Олег, извини, прерву тебя, сейчас мы послушаем новости в очередной раз, да, потом продолжим мысль. Ну что ж, друзья мои, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Напомню еще раз, в студии Олег Кабелев, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Рекомтраст» и Виталий Крюков, аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал». Ну, Олег, сложная у тебя задача, да, я, так понимаю, мысль уже потерял за эту паузу, я тебе подскажу, мы говорили про нос, про то, что рынок не видит дальше носа, и рынок, собственно, сырьевой, и рынок в целом мне показал, что это тоже логично. Нет, я помню, да, мысль, на самом деле, ну, по поводу преобладания спекулянтов, да, причем, на самом деле, на мой взгляд, это, в общем-то, не только, если уж так широко смотреть, не только связано с нефтяным рынком. Мне кажется, что именно как раз последний год, наверное, может быть, даже полтора года, эта тенденция очень четко характеризует российский рынок, прежде всего, и именно поэтому мы очень активно говорим всегда о том, что основной причиной, там, снижения внутри дня или снижения по итогам нескольких дней, вот, порой часто пытаешься найти причину и спросить себя, а что, собственно, произошло. Ну, и чаще всего, кроме, как ответа, объем торгов резко снизился, ничего на ум не приходит. И, на самом деле, это первый показатель того, что рынок спекулятивен, то есть, он подвержен неким каким-то определенным течением, причем, порой, некоторые ручьяки из этого течения выбиваются, обваливают какие-то бумаги, потом, соответственно, вот, относительно недавно мы это видели, были свидетелями, потом, соответственно, какие-то бумаги вверх выносят, и так далее, и так далее. Все это говорит о том, что глобально, глобально, сейчас, конечно, не только на российском рынке, но и на мировых рынках, вот такая, я бы назвал ее спекулятивная эра, да, то есть, что нужно, чтобы она изменилась, чтобы пришло большее количество фундаментально настроенных инвесторов, долгосрочно настроенных инвесторов. Для этого, в первую очередь, нужно осознание участниками рынка тех инструментов глобально, фундаментальных, которых они будут на продолжительно долгий срок инвестировать, а сейчас выбрать из того объема инструментов хотя бы один, который можно инвестировать на неопределенный продолжительный долгий срок, очень сложно. Если раньше таковыми были, скажем, те же американские казначейские облигации, пускай по небольшой доходности, но зато гарантированно стабильные, то мы прекрасно понимаем, что та история, которая сейчас наблюдается за океаном, она, конечно, имеет шанс на продолжение, и понятно, что там можно до поры до времени потолок госдолга поднимать. Кстати говоря, с 1960 года 49 раз его поднимали, это был 49-й, скоро будет 50-й, видимо, юбилей в следующем году. Может, и юбилей, да? Федоризировал стул по толку 50-й. Начиная с 60-х годов, в общем, это происходит стабильно, постоянно, и понятно, что финансироваться под чужие долги и за счет этого выживать вечно невозможно. И понятно, что эти инструменты в долгосрочной перспективе многим инвесторам, а, наверное, даже и большинству, представляются не очень надежными. И, естественно, идет выбор в пользу спекуляций. Может быть, сам характер рынков меняется, да, то есть он из инвестиционного перетекает в постепенного спекулятива. Тогда приходится, собственно, примыкать, приноравливаться к этим новым правилам игры и уже работать по этому сценарию. И последнее, что я хотел бы добавить, применительно уже к российскому рынку, вот Виталий затронул тему, если уже, скажем так, от общих к частному переходить вещам, он затронул историю с банковским сектором, да, и действительно, я хотел бы добавить то, что вот эта вот история с Мастер-банком и с новыми инициативами нового руководства Центрального банка о том, что, возможно, это была только лишь первая ласточка. И вот сегодня в некоторых СМИ появилась информация о том, что, конечно, без разглашения, что есть в распоряжении редакции некие списки этих банков, которые будут подвергаться проверкам и так далее, и так далее. Ну, понятно, что росту инвестиционных настроений, да, это не очень способствует. Сама фраза, да, что есть некие списки, уже как-то холодок по спине уже. Вот, и поэтому, собственно, ожидать какого-либо, там, скажем, противодействия спекулятивной силе в российском рынке очень сложно. Будет ли традиционное предновогоднее ралли, пока сказать сложно, но если будут появляться еще какие-то списки, то, боюсь, что вряд ли. Вот, и я думаю, что если мы будем говорить о, скажем так, взгляде на конец года, да, то есть, ну, все-таки мы традиционно как-то выделяем, какие сектора у нас в приоритете, то в этом году, конечно, хуже всех выступили однозначно металлургия, энергетика, энергетика, индекс MySixPower вообще, если мне не изменяет память, почти 50% потерял металлургия, 26%, да. Остается у нас, ну, худо-бедно на плаву, благодаря крупным тяжеловесам банковский сектор, и то во многом благодаря двум основным бумагам, и потребительский сектор, ритейл, ну, который, в общем-то, экстенсивно развиваясь, обеспечивает выручку и прирост, скажем говоря, доходности своей. А по большому счету, на самом деле, в этом отношении год весьма такой, на мой взгляд, неутешительный для российского рынка, как, кстати, для рынка золота, впервые за 13 лет, год к году, по всей видимости, который покажет снижение. 12 лет золота год к году росло, и вот это будет первый год, когда спекулянты не хотят защитных активов, потому что защитный актив — это всегда что-то долгосрочное. А зачем? Можно вот заняться спекуляцией. В том же золоте, кстати, да? Мне вспомнилось, торговали, веселились, подсчитали, прослезились. Ну, вообще, это показатель, да, для инвестиционных там каких-то вещей, когда мы заканчиваем, минус 50%, минус 25%. Нормально, нормально. Олег, интересную тему поднял. Вот, на твой взгляд, есть действительно сейчас, во всем мире смотрим, да, на весь мир, какой-то отдельный инструмент или, может быть, рынок, отрасль, я не знаю, какая-то инвестиционная идея, которую можно бы на долгосрок сейчас рассматривать? Вот ты как думаешь, Виталий? — Ну, мне кажется, в эпоху перемен вообще очень сложно выделить какую-то такую одну идею. — А сейчас именно такая эпоха. — Мне кажется, да. То есть сейчас эпоха активного управления своими финансами. То есть не просто там купить какую-то акцию, потому что она дешевая. — Всегда, да, как Баффет, кстати, рассказывал. — То есть активное управление на просадках рынка, почему бы не покупать, учитывая, там, текущую нефть, там, да, то дивидендный поток по акциям будет приличным. То есть, хотя котировки падают, понятное дело, что, но можно смотреть на определенные уровни для покупки, и дивидендный поток хороший будет. Вот. Поэтому, мне кажется, здесь надо просто очень внимательно следить за теми изменениями, которые происходят в мире. И глобально пока, ну, мало что меняется, потому что инвесторы остаются в развитых рынках, все стратегии, там, практически на будущий год снова прогнозируют опережающий рост развитых рынков. — Сырье, особенно золото, никому не нравится вообще. То есть по золоту там даже и уровни ниже ставят, и тысячу долларов ставят, и очень крупные банки. — Да, точно. — Вот. Нефь пока как тихая гавань, но и там будет черный лебедь свой. Вот. Поэтому отдельная идея, я говорю, что, мне кажется, вот спрашивайте про идеи, вот придумывать ничего не надо. Надо смотреть на отдельные акции, да, очень четко анализировать, смотреть дивидендные истории какие-то, истории с выкупами. Они всегда есть, но это требует просто больших усилий и большей компетенции. Чтобы сегодня показывать прибыль, надо иметь больше знаний и навыков. — Да, Олег, да. — Я вот одну мысль хотел добавить. То, что вот если раньше еще там на заре развития российского рынка, да и в общем последние, наверное, лет пять, если мы открутим назад, да, вернемся там лет пять-шесть назад, очень популярно было выражение, когда заходила речь о фондовом рынке, о человеке, который так или иначе связан с фондовым рынком, выражение «играть». Вот. Играет он на рынке, говорили про него. — На бирже. — Да, или играет на бирже. Ну, в общем, играет. — Развитые рынки пришли к сознанию того, что игра превратилась в работу, ну, наверное, лет пятьдесят назад. Лет тридцать назад это уже вообще, скажем так, стало мавитоном говорить это. — Играть. — Мы потихонечку к этому приходим. Вот то, что говорит Виталий, для того, чтобы глубже анализировать, чтобы была определенная доходность, это требует погружения в предмет. — Нет. Если нету определенной квалификации, есть всегда выбор. Либо доверить свою, скажем так, инвестиционную деятельность профессионалам управляющим, либо погружаться в предмет и выбирать те или иные альтернативы. Но просто так покупать те или иные инструменты на авось, как это было возможно еще в эпоху растущего рынка, когда объемы росли даже не столько из-за того, что была благоприятная нефтяная конъюнтура, сколько из-за того, что это было что-то новое и интересное. Это всегда показывает сильные доходности в первые годы. То сейчас, не погружаясь в процесс, не погружаясь в суть, очень сложно получать действительно хорошую доходность. И это принципиально важный момент. Меняется суть. От понятия игры мы переходим к понятию работа, деятельность, профессиональная деятельность. И на мой взгляд, это не есть плохо на самом деле, просто это некий другой характер работы. Потому что возможности не поменялись, и количество не уменьшилось. Уменьшилась просто возможность заработать тем, кто относится к этому пренебрежительно и ставит этот вопрос на второй план. Я бы так сказал. Согласен, согласен. Я подумал о том, что играть-то все-таки приятнее, чем работать. Тогда не надо ставить доход как цель. Пришел поиграть. Поиграл, но проиграл. Выиграл, не выиграл. Для этого есть другие места, где можно играть. Игра, учеба, может быть в игровой форме обучение можно провести. Просто это очень четко характеризует именно поведение западных инвесторов. Западные инвесторы, они, собственно, уже книги, тома книг написаны о том, начиная от психологии, стратегии, да, и заканчивая конкретными рекомендациями по тем или иным действиям. Мы пока только открываем этот путь, ну и даст Бог, как я уже сказал в середине передачи, хочу завершить дорогу, осилит идущий. Это да. Ну, собственно, именно так я бы и сформулировал основную идею в сухом остатке именно это, дорогу осилит идущий, ничего тут не добавишь. Спасибо огромное, не успею вас представить, уже рад был вас видеть, успехов на рынке.